Всем привет! Пишите ваши вопросы в комментариях, мы постараемся на все ответить. Так, по поводу вопроса, как мы можем охарактеризовать друг друга тремя словами. Это сложно, но мы попытаемся, потому что запихнуть целый спектр чувства и эмоций, что содержит в себе человека, сложно. Вот, так, три слова, характеризующие Елизавету. Попытаемся. А, красота, целеустремленность и очень сильный внутренний стержень, а это редкость. Так, я скажу, стрессоустойчивость, эрудированность и доброта. Насчет любимых мультиков, фильмов и сериалов. У меня любимый сериал Джинни и Джорджи, бумажный тон. Я не могу что-то одно выделить, и у Энзи мне очень понравилось то, что я последнее смотрела у тебя. Так, не старайся по одному в каждой категории. Мультфильм — это, безусловно, принц Египта. Вот обожаю просто, готов смотреть по многу-много раз. А фильм сложно выбрать, наверное, из последних, который произвел впечатление, — это «Респект». Это по биографии Ореты Франкин. Просто потрясающий фильм. И сериал, наверное, посоветовала, который мне бы очень нравился, — «Изабелла». Это по жизни Изабеллы Католички и Фердинанта Арагунского. Так, что у меня из фильмов быстро-быстро? А, «Форд против Феррари», вот, мне очень понравилось. Из мультиков я всё люблю. Так, любимый элемент программы. Ну, наверное, я думаю, что наш крест, вот, он эффектный, и как-то мы любим его, однозначно. Да, но в целом, в каждом элементе, всем что-то нравится, что-то не нравится, всё иногда не получается, это элемент тебе не нравится, а потом всё хорошо. Когда он причесывается, приобретает нужный вид, ты кайфуешь от него. Наверное, ещё слайд можно отнести, как-то, в Шахередане. Да, интересно, но крест — это такая достаточно сложная поддержка, и я ещё высоты немножко боюсь, поэтому очень хочется переступать через себя, когда ты улучшишь новые элементы и сложные поддержки, вот, но поддержка и слайд нашли. Как будем готовиться к новому сезону? Ну, вот, наверное, простой ответ. В принципе, всё как по плану, всё обычно. А сейчас занимаемся постановкой новых программ. Потом уйдём в отпуск, для того, чтобы зарядиться энергией, вдохновением. И потом, собственно, выйдем на лёд, в летом сборы, и, собственно, будем готовиться к контрольным прокатам. По поводу показательного и, да, какой бы мы катали, если бы нужно было выступать в шоу. А здесь, на самом деле, зависит ещё от части же от организатора, потому что, поскольку мы знаем, что Уэнседа, он полюбился публике, вот, то, как бы, если бы стоял запрос по поводу Уэнседа, то катали бы Уэнседа. А вообще, конечно бы, мы такие товарищи ответственные, мы бы, наверное, придумали ещё новый номер, с новой идеей, и чтобы продолжать удивлять, и чтобы было зрителям интересно, это важно. Насчёт расписания на день. В будний день у нас тренировки, начинаются они в 10, в 11 у нас лёд. Потом, периодически, в перерывах мы ещё идём дополнительно в зал, потом второй лёд, и, например, на неделе мы ещё уходим дополнительно там развивать себя в зал и так далее. Да, ну, в целом, полностью день занимать в тренировке, весь день, да, тренируемся, в выходной день стараемся, ну, я стараюсь куда-то, может быть, выйти погулять, либо, да, в целом, да, погулять. Паша, где ты будешь в выходные дни? Тоже часто проводим на катке, именно только немножко по другую сторону борта, ну, и в том числе и стараешься выбраться, возможно, в любимом Ариинске, либо куда-то, чтобы в том числе и за выходные зарядиться новой энергией и войти в новую рабочую неделю. Насчёт того, как нас называют болельщики, мы, честно говоря, узнали только что, вот, ну... Это мило, точно. Приятно, что нас хоть как-то называют, вот, так что... Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Из парных элементов мы, наверное, взяли бы поддержки, но у нас есть правила, которые не разрешают нам делать. А с полностью вытянутыми локтями выше головы, да? Да, поэтому так чисто для себя попробовать... Я уже пробовала делать ТОДОС, и это не очень удобно. Я вообще не понимаю, как там можно сидеть три оборота, и партнёру, и партнёршу вообще неудобно. А то и четыре оборота. Четыре оборота. Да, так что... Возможно, выбраться было бы ещё интересно, попробовать, но это в плане попробовать. Но не угодно. Почему ты выбрал фигурное катание? Вообще у меня было два вида спорта в детстве, потому что папа занимался футболом, а мама фигурным катанием. Поэтому Павел Игрич попробовал и фигурное катание, и футбол. И занимался этим ровно до тех пор, пока не пришлось уже чётко определяться, куда полностью себе посвящать. И выбрали фигурное катание, и, в принципе, нисколько не пожалели. А мне, честно говоря, как-то маленькое. Я смотрела телевизор, там, да, какие-то соревнования были. И просто сказала родителям, что я хочу попробовать кататься на санг. Я хочу санг. Вот. Мы долго искали санги, но оказалось, что это были коньки. И как-то я, ну, не знаю, занимаюсь, мне нравится, и всё. На соревнованиях я запомнила больше всего Канаду, потому что я там не гуляла, мы были только в отеле. Вот. Но из окошка было очень химпантично. И что, чего? Была на Кубе, в Дубае была. На соревнованиях как-то особо не гуляю, потому что я больше настроена на выступления. На восстановление между короткой и произволкой. То есть, с произвольного танца мы почти сразу уезжаем. Ну, может быть, ещё в Турине мне понравилось, в Италии, на финале Гран-при. Вот. Там у нас было время чуть-чуть прогуляться. Вообще, нужно чётко разделить, конечно, на две части. Это страны, когда ты приезжаешь соревноваться, и страны, куда ты приезжаешь отдыхать. Вот. По соревновательному принципу, но в плане туризма очень интересно, безусловно, Япония. Вот. Я думаю, что продолжение вопроса мы запишем в следующем кругляше. Продолжаем ответ на вопрос, потому что это классный вопрос. Очень классная атмосфера на соревнованиях, которые проводятся в Японии, в Китае. Везде есть своя прелесть. Если мы опять-таки говорим про соревнования, очень классная была атмосфера, когда два года подряд финал Гран-при проводился в Барселоне, и сам каток находился прямо на побережье Средиземного моря. Когда ты идёшь перед соревнованиями разминаться на пляж Барселонетта, это очень классно. Вот. Безусловно, и в плане туризма очень нравится Испания. Например, в Риме есть своя потрясающая прелесть. Это такой кладезь искусства и накопленного вообще человечеством. Париж тоже. Это одна любовь. То есть, сами понимаете, видите, даже мы во второй кругляш не укладываемся. Во всём есть своя прелесть. Поэтому путешествуйте, и это настолько открывает вообще границы твоего разума, восприятия и всего. Что касается любимых цветов, мне, в принципе, нравятся все цветочки. Но... Да, в принципе. Это не вероятно. Ладно. Но в целом, чаще мне дарят розы. Вот. Так что я очень хорошо отношусь. Хотя могу сказать, что мне очень нравится именно белая роза. Белая роза — это очень красиво. Вот. И по поводу там тоже рядом стоящего вопроса. Если бы мы знали, что такое «Мишка-рейтинг», если проясните в комментариях, постараемся ответить. Ну, музыкальное сопровождение выбираем все вместе, потому что это процесс творческий. Да, каждый, наверное, в течение сезона мы плюс-минус слушаем, потому что это, ну, опять-таки процесс такой. Ты что-то услышал, подумал, о, это может быть идея. И к концу сезона, да, у трениров есть свои идеи. Возможно, у нас накопились какие-то свои. И мы их обсуждаем. И всего-либо приходим вообще к чему-то третьему, либо выбираем что-то из того, что у каждого из нас созрело. Что-то вообще. Насчет ритуала я просто слушаю музыку. На разминке это комфортно поднимать настроение. А у тебя? Да, тоже, наверное, нет какого-то конкретного. Ты отталкиваешься от твоего состояния здесь и сейчас. Иногда действительно слушаешь музыку, вплоть до выхода наливают иногда. Наоборот, бывает, что это легче, комфортнее без музыки. Да, предположим. Это просто шикарный вопрос. Это насчет необычных фактов. Пришлось даже подумать, честно говоря. Ну ладно, начну с себя. Я обожаю выращивать. У меня целый балкон засадан растениями, в частности, белые розы. Обожаю выращивать белые розы. И еще у меня растет дома ананас, мандарин и много разной другой растительности. Так, а я и люблю шорму без мяса. Достаточно необычных фактов. Да, и очень часто дома готовлю к нашему шорму. Так что... Как-то так. Да. Со всеми спортсменами мы хорошо общаемся. Вот, так что... Она как-то внутри команды вообще поддерживает такую достаточно дружелюбную атмосферу. Понятно, что как чисто по-человечески с кем-то ты ближе, с кем-то как-то больше чисто такие приятельские отношения. Если не фигурное катание, то какой вид в спорте? Сложный. Сложный, кстати, вопрос. Может быть, стоит ли к этому? Мне очень нравится гимнастика. Это... Я вообще представляю, что это очень сложно и так далее, но это так красиво. Ленточка, овощи, мяч. Я, наверное, думаю, либо стрельба из лука, или баскетбол, возможно. Так, любимое блюдо? Так, это сложно ответить тоже. Одно сложно, потому что зависит от настроения и кухни мира, она очень разнообразна. Вот, могу назвать салат, скажем так, по-грузински, как он чаще встречается. Это овощи, кинза, и туда добавляется гранат и грецкий орех. Вот, и, ну, в принципе, к нему подойдет прекрасный шашлык, или же хинкали. То есть, в принципе, пока, видите, сегодня больше тянет на грузинскую кухню. Я люблю именно в Осетии, хистинские пироги в Москве не особо вкусные, вот, и еще, вот, это моя любовь. Поэтому приезжайте во Владикавказ, пробовать настоящие пироги, да? Да. Пересматриваем ли мы свои прокаты. Очень редко, честно говоря, только после старта, сразу посмотрю, так, общую картинку. В основном, да, когда ты выступил, ты хочешь скорее посмотреть с другой стороны, чтобы у тебя есть свои ощущения от проката, и как, собственно, это выглядит. Вот. Иногда, крайне редко, да, пересматриваешь какие-то... Там, наверное, особенно значимые для тебя соревнования прокаты, чтобы снова пережить эти эмоции. Вот, а так, наверное, чтобы специально как-то... Сегодня устраиваем просмотр наших прокатов, нет, такого нет. Ну, насколько всем известно, да, планируемая тематика следующего сезона в 70-х. Это довольно интересно, вот. Но мы все еще ждем окончательного, да, документального подтверждения в виде коммунике, который публикуется на сайте ИСУ, чтобы точно в связи с изменениями технических правил уже строить свою программу на будущий год. Вот. Нам кажется, это интересно, вот. Будет... музыка, она разнообразная, поэтому... Надеюсь, что удастся удивить, порадовать, и, в принципе, мне кажется, для зрителей это должно быть интересно, потому что большинство, наверное, любят разные те или иные композиции, будет классно слышать их на льду. Шаги в программе мы не забываем на целом. Да, когда ты занимаешься постановкой, поскольку очень много разных идей, да, там, такой вариант, такой вариант пробуешь, на следующий день, когда вспоминать, просто нужно медленно пройтись, куда рука, куда голова, куда чего. А уже в соревновательном сезоне, когда ты уже накатываешь программы, то это настолько входит в тело, в мышцы, что даже когда мозг может подключиться, ноги тебе все равно отвезут сюда, куда надо. Насчет костюмов, у меня в этом году с произвольным была такая небольшая заминка в самом начале сезона, на которых в прокатах никому не понравился мой костюм произвольного танца, мне срочно нужно было искать новое платье, меня выручила девушка-танцорша, я, собственно, зеленое платье у нее одолжила, и в экстренном режиме шила черное. Надеюсь, оно вам понравилось, мне оно очень нравится, это любимый костюм этого сезона. Вот это. По поводу, в каких городах хотели бы побывать, это сложный ответ, ну, вообще вопрос, потому что, естественно, ты уходишь вообще. Сейчас могу сказать, наверное, мне бы очень хотелось побывать в Токио, побывать в Пекине, и, наверное, с удовольствием бы съездил в Иерусалиме, потому что тоже, конечно, такое очень знаковое место. Ну, мне, кстати, Токио взаиманчиво. И Лондон, вот Лондон, тоже очень интересно, посмотрю. И Исландию, интересно, посмотрю. то есть, видите, невозможно определиться. Да, у них тоже то же самое. по поводу вопроса, без чего мы не можем обойтись в выходной день, а я выходные не могу обойтись безо льда, поэтому езжу в Петербург, чтобы продолжать быть на льду. вот, ну, а вообще, подытожив, нужно, сейчас, безусловно, Лиза еще расскажет свои ритуалы, нужно хотя бы одно дело, какое-то действие сделать, которое доставляет тебе удовольствие, чтобы выходные были в радость. Я не знаю, что ответить, но я сейчас пью кофе, вот, и желательно выспаться в выходные, потому что неделя сложная, занимать много сил, рано встаем, поэтому просто выспаться в кофе. Дорогие друзья, постарались ответить на все ваши вопросы, вот, некоторые, поскольку повторялись вопросы, и в том числе некоторые из вас написали вопросы, которые мы уже ответили в интервью, которое скоро выйдет, вот, поэтому там обязательно доответим на ваши написанные вопросы. Всем большое спасибо, до встречи.